В Казанском федеральном университете разработали модель динамической адсорбции в цифровом керне. Само по себе явление адсорбции это впитывание. Капая любое вещество на поверхность, происходит процесс увеличения концентрации растворенного вещества. Начинается поглощение. Например, самая обычная губка или активированный уголь, медицинские препараты, которые применяются при отравлении. Все эти вещества являются адсорбентами, главной задачей которых состоит поглощение материала. Данная работа выполнена в рамках гранта Российского научного фонда, который получил Институт геологии и нефтегазовых технологий в 2021 году. В проведенном исследовании программный алгоритм был протестирован при решении задачи о влиянии неоднородности парового пространства, цифрового керна на кривые динамической адсорбции. Важность данной разработки объясняется широким применением этого явления и при нефтеразработке. Например, при закачке различных химических агентов в пласт, закачке катализаторов, которые используют для снижения вязкости нефти. Наша модель учитывает практически все параметры, которые встречаются при явлении в динамической адсорбции. То есть мы учитываем параметры конвективно-диффузионного переноса, реакционные параметры, параметры порчисти среды. Это первое. Второе. Модель может применяться не только для людей, которые занимаются нефтегазовой отраслью, но и, скажем, для физиков, которые занимаются исследованием поглощения электродов. Меры для медиков, которые исследуют в течение крови по сосудам, кардиосклероз и так далее, все это тоже может описываться в нашей модели. Математическая модель полностью разработана, а дальше она будет применяться при решении уже конкретных задач. Результаты работы носят прикладной характер и делают возможным прогноз интенсивности адсорбционных процессов в пористых средах. Полученные итоги внесут важный вклад в успешную реализацию проекта Российского научного фонда лаборатории мирового уровня Казанского университета. Алина Красильникова, Универньюз.